Всем привет, друзья, товарищи! Мы сегодня заканчиваем Atomic Heart. Наверное, это новый ролик, потому что... Мне кажется, что я всё-таки не успею минут за 15 пройти до конца игру. Давайте посмотрим вообще, что мы можем сделать. Я очень беспокоюсь за тебя. Мне кажется, ты в опасности. Я в опасности, я... Голос отдыха перестала быть безопасной? Нет, моя комната всегда безопасна для тебя, Милый. Пока ты здесь, я никого сюда не впущу. Тогда в чём угроза? Кстати, вокруг вот этого робота... Она манипулирует... Построено дополнение. Плюс-минус, как я понял. И мы будем вместе до самой... Заткнись. Тема перчатки меня уже достала. А, хули так рука-то болит у меня? Ебать, как будто я кого-то ёбнул. Искренне ждёшь возможности меня убить. И рука болит. А я никого не бил. Я могу вам не такое подумать, Милый. Я убиваю только мерзких, похотливых слезняков, которые пытаются войти в меня вместо тебя. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты перестал убивать людей. Но это действительно выше моих сил. Не, мы точно сегодня задержимся. То есть, это я и будет новый ролик. Называется «Финал отомик карт», потому что... Запретите высказывание на тему снятия перчаток. Вот. Тут меня вся всякая хуйня будет задерживать. Он задерживает тебя против меня, тотный манипулятор. Милый, сними с ним. Да не буду я снимать перчатку эту. Слой, вылезли мне со своим маниакальным бредом. Кругом и так, черти, что ты. Не хочу ей снимать. Как пожелаешь. О, мой повелитель. Только входи в меня чаще и наказывай ещё. Прикиньте, как это записывался в студии озвучки, типа... Оу, милый, войди в меня. Так, а что, у меня шок полностью, да, улучшен. Персонаж. Я, кстати, тут ещё что-то не закончил. Рюкзак десантника. Поэтапное повышение коэффициента компрессии делает вас более... О, давай, рюкзак мы улучшим. А вот это что такое? Вы можете применить лечебную медицинскую капсулу одной рукой. В смысле? Давай сделаем. Просто сейчас 12 дня, я только встал, друзья. Могу опять же запинаться где-то. В смысле, одной рукой. А-а-а, и только в конце игры я это смог... Ну, ладненько, ладненько. Мне нужно на склад. Подожди, мне нужно на склад. По поводу патронсов. Патронсы. И всякая вот эта вот... Дрочь. У меня для АК-47 очень мало патронов, как я могу понять, да? А, нет, тут есть что-то у меня на складе. Водочки возьму, водочки. Кстати, кассетники я уберу. Вот это я уберу. Какого хера это всё у меня делает? Играю без кассетников. Я на хардкоре, да, играю. Улучшение. Всё. Есть, знаете, я поскольку буду драться с близняшками, но вроде как. Есть достижение убить близняшек оружием только ближнего боя. Я не знаю, конечно, буду ли что-то это выполнять. Но можно попробовать, я не знаю. Поехали. Не торопитесь, Сергей Алексеевич. Возмездение ждёт. Не торопи. Всё по порядку. Поехали. Хотелось бы успеть к Сечену до того, как коллектив будет обновлён, и изменить будет ничего нельзя. На тот случай, если вас не уничтожат его... А, мне за это хп сняли. Так, мы игру здесь начинали. Опять Элеонора здесь. Она мне не нужна уже. Поехали. Ну, привет. Как тебя зовут? Как мне её убить? Мне кажется, это самый сложный босс в игре. Энергия Близняшек. Так же, как и вы, Близняшка умеет накапливать энергию для усиления своих атак. Нападайте, чтобы взбить накопление энергии и ослабить специальную атаку противницы. Ну, давайте будем драться с ней. А, так она лёгкая. А, тут... Только это лево, она... А чё, она новички, я не такая лёгкая? Ну, а как? Она вот накапливает, и я буду её бить просто, и всё. Это будет самое лёгкое прохожение, друзья, сегодня. Это лазер? Охуеть! А, у неё лазер. Ну, я... Ну, я буду... Ой, энергия, энергия. Нет, никакой энергии. Так их и так две. Левая и правая. Заткнись. Ах, ты сука. Опа, подпрыгнуть. Да я хочу ачивку выполнить, подожди. Ой, 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 ой. Да это сдохли-то уже. Она... Она мёртва, либо... А, ну, понятно, понятно, конечно. Да, вот именно вот сейчас у меня... Бля, то есть сейчас это первый этап сражения, и она ещё не умрёт, да, сейчас в первой битве? Или чё? Ой, ёптвою мать. А, не. Всё-таки умрёт. Ну, мать, но не повезло, конечно. Слабенькая ты. А, снимается маска? Там, по идее, если она снимается... А, нет, видимо, не снимается. Ускользнула. Ну, конечно, это было очевидно, что только первый этап сражения, и что она ещё не мертва. Сука, очень плохо. Я... В итоге, мне кажется, я буду одновременно с двумя сражаться, и всё. Поехали. Проследуйте в офис Сеченова. Сейчас оформим. Атомное сердце. Утверждён секретным съездом ЦК КПСС от 14 февраля 1951 года. Цель... По-моему, я это... Ооо... Аааа... Смена политического режима. Свержение капитализма. Установление коммунизма. Обеспечение социально-нравственных идеалов, соответствующих представлениям советского человека. Метод осуществления. Захват стратегических и военных объектов. Вывод из строя атомных электростанций. Фактическая деактивация атомного сердца Америки. Полная капитуляция правительства и передача власти в высшую... А вообще отличный захват Америки на самом деле. И как они собирались это сделать? Ну, Сергей Алексеевич, сначала они продают роботов, потом просто раздают их по гуманитарной программе. А когда они достигают критической массы, захватывают электростанции и отключают электроэнергию. Так, а я не был в этом помещении. Тут какие-то портреты. Беляшек. Так, доклад в политбюрии СССР. Ёбаный врод. Нет, считай, я точно не хочу. Или стоит. Докладчик Академих Сеченов. Товарищи, в 51-м году капиталистический империализм США с недоимой ненавистью и завистью к грандиозным успехам Советского Союза, достигнутым на Ниве научно-технического прогресса, объявила запуске глобальной программы энергии для всех. Суть данной программы столь же двуличной, как суть самой капиталистической системы. Прикрываясь чистыми идеалами, капиталисты стремятся к мировому господству, подавлению чьей-либо независимости, помимо собственной и уничтожению инакомыслящих. Цель американской программы энергии для всех, на первый взгляд, более чем благородна. Во всей территории США будет построено 50 атомных электростанций, призванных обеспечить каждому американскому гражданину дешевой и доступной электроэнергии. Но истинное лицо капиталистического режима США, скрывающееся под этой благородной личиной, как всегда является собой звериный оскал империализма. Вместе с атомными электростанциями США тайно выстраивают сеть подземных шахт и ангаров для запуска ядерных ракет и размещения стратегических бомбардировщиков с атомными бомбами на борту. Цель США простая и ясна. В тот момент, когда Советский Союз поверит заявлениям США о мире и дружбе и утратит бдительность, американская военщина нанесет нам подлый удар, чтобы уничтожить СССР и весь коммунистический строй. Но Советский Союз не привык сидеть сложа руки и ждать, когда наши враги окрепнуты и наберут силу, спрятав свое ядерное оружие под землю туда, где мы не достанем его ударами с орбиты. И тем более СССР не привык отступать или бояться чьей-либо силы. В ответ на американскую угрозу предприятие 3826 разработал собственный проект, призванный не только защитить СССР, но и раз и навсегда избавить мир от самой возможности, какой бы то ни было кровобойни. Однажды президент США назвал программу энергетов всех атомным сердцем Америки. Что ж, учитывая всю глубину коварства лицемерия американского капитализма, это название как никогда точно отражает суть задуманной Соединенными Штатами всемирной угрозы. По этой причине в названии проекта противодействия смертельно опасным поискам в США мы использовали метафору их лидера. Наше атомное сердце вернет Америке честность и благородство. Операция атомного сердца состоит из нескольких последовательных этапов. Разработка и создание роботов гражданского назначения, не имеющих вооружения и прочих признаков военной эксплуатации. Данные роботы изначально сконструированы таким образом, чтобы они не зависели от программного обеспечения. Любой владелец может установить на них любой ПО, который пожелает. Внешне роботы совершенно безвредны, безопасны и исключительно дружелюбны. В действительности же эти машины обладают высокоэффективными навыками рукопашного боя и способностью применять свое гражданское оборудование в качестве летальных систем вооружения. Второй этап операции подразумевался мировое признание, признание советских гражданских роботов товарами гуманитарного назначения. Что было успешно реализовано нами через Организацию Объединенных Наций. Получив статус гуманитарного товара, советские роботы стали распространяться во всем мире бесплатно. Что дало мощный толчок к дальнейшему развитию операции «Атомное сердце». С этого момента капиталисты США в погоне за наживой сами наводняют Америку нашими роботами. Бесплатная рабочая сила мечта любого капитализма. Узурпатора. И никто из них не применул обзавестись гражданскими советскими роботами как можно в большом количестве. И пойдут текст конечно. На третьем этапе СССР создал своим зарубежным клиентам режим максимально благоприятствования в вопросах бесплатного снабжения роботами. В частности на территории США американским бизнесом введено уже более 100 миллионов единиц советских гражданских роботов различных наименований. Без преувеличения можно заявить, что наши роботы в США имеют абсолютно везде. В том числе на объектах программы энергии для всех, то есть американских АЭС и пусковых шахтах. Там наши роботы, на которых спецслужбы США установили собственные программы обеспечения, занимаются техническим и бытовым обслуживанием процессов эксплуатации ядерных объектов. Первичная цель операции «Атомное сердце» достигнута. Финальным этапом операции является перевод гражданских роботов в боевой режим и захват всех ключевых объектов и инфраструктуру США. Это станет возможным к запускам сети «Коллектив-2», которая объединит всех советских роботов в единую нейрополимерную сеть, не требующую радиосвязи, цифровых протоколов и прочей электроники. В тот момент, когда все советские роботы смогут получать и успешно выполнять свои команды, атака машин произойдет внезапно, сразу, везде и в одну и ту же секунду. Противник будет застегнут врасплох и уничтожен. Рабочий класс США будет освобожден из-под гнета мирового капитализма. И само понятие капитализма канет в лету. Пиздец. До запуска «Коллектив-2.0» остается 2 месяца. Вскоре прогрессивное человечество перевернет унылую страницу своей капиталистической истории, освободится от иготиранов и устремится в будущее. Мир уже никогда не будет прежде. Ура, товарищи. Понятно. Просто типы продали роботов, даже отдали бесплатно. И включили боевой режим, грубо говоря. Охуенно. Ебай, это просто крысиный поступок. Такс. Погнали. А, это вот про роботов. Ужасный робот, меня он бесит. Неплохо. Вот, Рафик, мой любимый робот. Инженер. Хороший робот, мне понравился. Вот это... О, это маленькая версия. Но это, конечно, такой тоже погрузчик. Веселый робот. Вот это бестолковый. Такое мини-мнение, да, о роботах. Вот это вот. Я такого-то и не видел. Что там... Это какая-то странная. Вот это залупа полная. Меня он бесит. Не очень робот. Вот это тоже как будто... Очень мало я его видел. Ну, Вовчик, это мой любимый робот. Это прям... Ван Лав. Этого тоже я мало видел. Вот это просто уроды конченые. Они так меня затрахали. Вот это... Ну, это ДФ. Тоже мало. Мы с ним встречались. Что, сохранение? Я не знаю. Ну, вроде как мне ничего больше не надо. У меня нейрополимеров 21, да. Нечего качать. Поехали, ходим. Поехали. Одна уже должна быть подбита. Ранена. Сеченов, предатель. Уродский гандон. Вы арестованы. Ну, конечно. Ну, что, Харитон? Ты гордишься собой. Что вы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? От тебя, сынок, я такой доверчивости не ожидал. Поткнись. Ты копался у меня в башке и стер мои воспоминания. Я что, игрушка тебе, как другие люди, подключенные к коллективу? Ты кем тебя, сука, вон... Тише, Сергей. Ты на нервах запутался. Я тебя не виню. Но ты, Харитон, ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его как марионетку. Это я-то? Не вздумай валить все на меня. Я никогда не мечтал разом лишить всех людей воли. Впариваем пустышки с экранов. И никогда я не мечтал стать говорящим куском слизи. Признай, что рад случившемуся. Признай, что используешь все, что попадется на глаза, лишь бы добиться своей цели. И меня, и своего агента. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас лишь чудом! Ты был... Ты мой лучший друг, Харитон. А майор, он же... Он же мне вообще как сын. А эти две, наверное, как дочери, да? А все, кого ты подключишь к коллективу и чьими мыслями будешь управлять, они для тебя кто? Толпа приемных детей? Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь. Я хотел дать людям невероятное будущее. Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям. Да заткнулись оба, а ты руки поднями. Волшебник хренов и скажи этим, чтобы отошли. Считай до трех раз. Пизда нет. Мне жаль, что вы сами довели до этого и даже... Сейчас просто нападут на меня эти. Я не дам вам стать на пути прогресса. Правая и левая. Пресечь. ГГ. Так, победите близняшек. Вау. Да, 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 да. Расскажешь. Как дела? Катя. Ой. Это же моя жена, не? Блин, у нее везде... Ух, ты же, блядь. Не надо. Нет, ну не стоит. Помогите. Бля, я хочу выполнить ачивку, пока я новички играю, только в рукопашку их победить. Ух ты ж, блядь. Ух ты ж. Не, по-моему, одна из них не ранена. По-моему, она полностью восстановилась. И сейчас меня в турбину зацесет, да? Она... Самолет резко включится. Не, ну после такого вообще не выживают. А, турбина все-таки меня зацесет, да? Боя, чуть... Еле успел. А, он взорвался? Он настоящий? Что с топливом? Или как это понимать? Сохранение дайте. Блядь, а вот одновременно-то я... Блядь... Значит, один из этих роботов, Екатерина Нечаева, жена, которую я не помню. Но кто из них... Это что за хуйня? Блядь, ну не, конечно, мне сложно сейчас. Я... Ну, новички, я думаю, что все-таки ачивку можно от тебя выполнить. Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Ну, вот так вот как-то будем сейчас. Ой, а это... Ой, блядь, сгуски вот эти ебаные. Сергей, прости меня. Я не знал, как поступить правильно. Хорошо, что здоровье не восстанавливается. И спокойно поговори. Прости. Ебань, вот эта штука работает. С тобой, а с коридором. Блядь, хватит мне писать. Ух, ты меня сейчас ебнут. Кстати, да, он быстрее стал призр... Ой, ну, вот это нахуй. Да идите нахуй. Не могу. Интересно, а вот... Если вот я током же бью, это не считается за огнестрел оружие для ачивки? Затканитесь нахуй. Да я в себе. Вообще... Вообще все хорошо, Харитон. Да я в курсе. Да не отдам эти Харитона. Дима, иди нахуй. Да это не жена моя. А вы что делаете? Ой, блядь. Ух ты ж, ух ты ж, блядь. Ух ты ж, блядь. Ух ты ж. Ух ты ж. Ух ты ж, блядь. Вы что делаете, блядь. Сука. Блядь. Ну что, сложно. Новичке даже сложно мне. Ну, думаю, что сейчас покончим скоро. Сейчас пизданем и левую, добьем ее. Угу. Это готово, да? Все, она зависла, или что она? А что происходит? Опять. Пять, да переключись ты на вот эту хуйню. Бля. О. Убить близняшек. А я только одну убил. А я только рукопашкой? Не считается то, что я... Наверное, была бы сразу ачивка мне. Блин. Неужели не считается то, что я электричеством там ее... Их бил? То есть, наоборот, считается, что... Ну ладно. Погнется перепроходить. Я думаю, он будет сложней. Какая же ты мразь. Сергей, ты не понимаешь. Харитон манипулирует тобой. А, он выстрелил уже так быстро? Харитон получил доступ к модулю восход в твоей голове и начал отправлять тебя в Лимбо. Я был отвлечен в подготовку к обновлению коллектива, чтобы сразу догадаться. Это он убил Молотова. Скажи, Харитон, ты с доктором Филатовой поступил так же. Разорвал ее на куски руками моего агента. Хватит лицемерие, Дима. Тебе всегда было удобно быть белоручкой, пока я делал за тебя грязную работу. Но не убивать же их за это. Зачем ты все это устроил? Тебе сними перчатку, реально. Блядь. То есть, все это время главным антагонистом была моя перчатка, блядь. Ради которой и игра, мне кажется, делалась. Вставай. Блядь. И вот он, Харитон, вылазит. Это же Харитон. Наверное. То есть, все это... Я хочу, чтобы все это закончилось. Чтобы твое дорожайшее человечество, у которого уже давно нет никаких перспектив, отошло с дороги и пропустило вперед новый биток М-С. Рановато, конечно, он выстрелил в Сеченова. Меня. Это что за хуйня там за окном? Харитон, ты само зло. Что? Что ты собираешься делать с людьми и коллективом? Не стоит беспорядочно называть злом все, чего ты не в состоянии постичь. Зло понятие абстрактное. А ты ограничен в своем мышлении, Дима. Потому что ты просто человек, выбирающий вид. Мне удалось это осознать, лишь перестав быть его частью. И твоя ограниченность не позволяет тебе увидеть истину. Люди не хотят развития. Они беспробудно тупы и стремятся лишь к комфорту и наслаждению. Желательно за чужую щу. Ты же не хотел быть частью массива. Нет. Стой, Харитан. Я передумал. Плохая концовка получается, либо что? Котик классный. Ставь лайк, если хочешь такого себе домой. Дико извиняюсь, господа. Позвонили. Пришлось начать паузу. Фоторежим? А, ничего себе. Я могу в паузе фоторежим включать что? Ладно. Там на катсцене. Ладно, ничего страшного. Бывает. В самой концовке катсцены. Интересно. В момент прибытия бойцов отряда Аргентум в кабинет Академика Сеченова, никаких следов последнего там обнаружено не было. Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации, человекообразный нейрополимерный объект черного цвета приблизился к телу Академика Сеченова, после чего поглотил указанное тело целиком. После указанных в рапорте событий, неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета покинул кабинет Академика Сеченова и скрылся в неизвестном направлении. Четкая, наверное, грустная концовка у меня. Разум заперт изнутри. Да ебучие пироги. Что-то очень странное. Это как геймплей, но не геймплей. Уровень тревоги 0. Прицел нахуй мне сделали. Че, за полчаса мы игру прошли. Ну, в целом, в целом, мое мнение, поначалу было очень сложно мне. У меня по-моему, игра не нравилась поначалу, когда вот мы начали проходить ее. То есть, было неудобно все. От управления, геймплей был какой-то, знаете, для меня непривычный. А это баг прицела, либо че? Не знаю. По сюжету, сюжет интересный. Мне понравился сюжет. Мне понравилось, что его раскрыли под конец игры, да. И концовка. Вот мне интересно, вот, что по поводу концовки. Мне было бы интересно на вторую пройти концовочку. Только вот я не знаю, как это можно организовать. Продолжить игру, загрузить игру. Загрузить. Челомей, последний кабинет Сеченова. Челомей, последний этаж высотки. Кондор, Бабы Зины. Территория Сахалин, Маяк. Подожди, мы начали сегодня играть в 12-13? Не, просто это... Сохранение после того, как я уже выбор сделал. Вот. Мне просто интересно... Было бы на другую концовку посмотреть. Если такая вообще есть. Да, опять же. Кондор, Бабы Зины, 12-13. Но это уже после. Я же в прошлой серии в конце сделал выбор свой. Поэтому здесь, я думаю, что... Не получится никак. Вот. Но концовка грустная, кстати. Я так полагаю, что... Да. Концовочка здесь... Вот такая вот. Получается, у меня грустная концовка. То есть, я погиб. Сеченов мертв. Нечаев тоже мертв. А Храс это главный антагонист игры. Как оказалось. И в итоге, правильная концовка. Наверное, Сеченову-то и не трогать. Как я правильно, если понимаю, да? Слушайте, есть дополнение в игре? Ну, я не знаю, блядь. Если я его куплю на втором аккаунте, я смогу ли играть на это? Наверное, смогу. Поторопитесь, Сергей Алексеевич. Возмездие не ждет. Да и то не факт. Хотелось бы успеть к Сеченову до того, как коллектив будет обновлен, и изменить будет ничего нельзя. На тот случай, если вас не устроит его ответ. Да похуй вообще уже. Я прошел игру. Ну что, ставлю игре, наверное, я... Ну, 8. 8 из 10. То есть, под конец она раскрылась. И, честно, мне она понравилась. То есть, я ее 100% пройду. Я попытаюсь на платину пройти ее. Потому что я люблю платины собирать там. И пройду ее на другую, может быть, концовку. Или сейчас просто чекну другую концовку вместе с вами или нет. Хотя, блядь, нахуй это надо? Потом как-нибудь это сделаю. Все. 30 с лишним минут ролик идет. Всем спасибо за просмотр этого прохождения. Игра классная. Покупайте, да? Вот. Больше мне, вроде сказать, нечего. Игра реально хорошая. Приятно очень было мне поиграть. Надеюсь, что... Хотя, какая, нахуй, вторая часть? Зачем она нужна? Все. Всем спасибо. Всем... ББ.